История Монголии История Монголии Участь степного народа была более-менее радужной, ведь благодаря политике цинской аристократии, видные монгольские дети не подверглись жесткой ассимиляции и смогли более-менее сохранить свой родной этнос. Однако нестабильность двух империй впервые поразила для Монголии возможность обрести свою полную независимость спустя долгие века. Барон Вон Унгерн, отступавший во время гражданской войны в России на Дальний Восток, устроил народную акцию для жителей внутренней Монголии, позволявшую обрести свою независимость. И для народа, державшего в страхе всю кадилитальную Европу, эта новость оказалась прекрасным глотком свежего воздуха, хоть и в то время цин все устраивало. Однако проигрыш белого движения означал собой и установление советского правительства, которое в конечном счете обернулось своими косяками и взлетами. Но благодаря ликвидации квазиманархического режима, стабильность монгольского луса лишь пошла вверх, позволяя Нандерамару провести земельные реформы. Приходом к власти нового правительства, весь монгольский народ начал готовиться к массу урбанизации вместе с механизацией страны. Россия в этом плане немного отставала, так как генсек Николай Бухарин боялся чрезмерно радикальной политики ради сохранения жизни многих граждан. И как только началась вторая мирная война, весь мир после падения Польши стрелял на Россию косым взглядом, опасаясь немецкого вторжения и потери Родины на долгие века. Инсек Бухарин в то время закапывал голову в песок, игнорируя любые возможности по предотвращению немецкого вторжения. И в ночь на 22 июня Россия была охвачена пламенем войны, из которой они не могли выбраться, несмотря ни на что. Монголия, страна заевательных, кочевников и немилосердных людей, осознавала то, какое доказаться в таком плачевном положении. Ценой жизнью миллионов, ценой фабрик-заводов, ценой труда, труда народа людского, Монголия яро и отчаянно пыталась спасти Родину. Родину всех русских, азиатов и советов. Родину Россию. Однако, когда волна немецко-фашистских захватчиков достигала Москвы, РКОСССР была в полнейшей анархии, и она не была готова к ответному удару. В это же время, Александр Василевский и Климент Ворошилов, видя неизбежную гибель Красной армии на востоке и западе, решили отступить вглубь Архангельской Монголии для перегруппировки своих войск. Война, длившаяся шесть месяцев, закончилась позором для России, и мирному существованию рабочей крестьянской армии на востоке и западе мешала угроза извне. Немецкие колонисты разрушали без того слабейший фронт, в то время как японцы стремились к полноценной оккупации всех монгольских земель. И Климент, и Александр проклинали те дни, когда их командование проиграло битву за Москву, в то время как сам лидер Бухарин, ответственный за двадцатилетнюю фантомную войну, покинул в тайне Россию и сбежал в дебри востока. И две значимые фигуры Западной России по имени Георгий Жуков и Верховный Маршал Тухачевский в последние дни войны защищали всей ценой северную столицу Руси Архангельск, дабы не дать немцам продвинуться вглубь Урала. Внутренние противоречия между Генштабом и СССР порождали вокруг себя много споров с заманушками. Россия оказалась разъединенной вместе с Красной Армией. Где-то вдали Сибири, на территориях Тувы и Монголии, находится ящейка красных. И положение революционного света РСФСР было незначительным. Русские с монголами были вынуждены примиряться друг с другом, надеясь на то, что их мирное сосуществование будет оставаться таковым и не будет рушиться из-за мелкого сверчка. Два народа с совершенно иными целями хотели вместе объединиться ради их исполнения. Монголы с тувинцами, в первую очередь, хотели освобождение своей родной степи, а русские же не хотели видеть то, как их родина страдает под гнетом фашизма и разъединения. Поэтому и хотели не объединить родину под командованием единой Красной Армии. 62-й год для Монголии запомнился новогодним пробуждением. Социал-деспотичное правительство Юмжаньгина Цэдэнбала восстало против японской оккупации и агрессии. Мольбы Калгана, а ликвидация и восстание доходили до сферы сопроцветания все чаще и чаще, так как дух сопротивления монгольского народа рывал металл во все дыры каждого бандита-коллаборациониста. И набеги пиратов-клептократов Мэнцзяна были неудачны со времен битвы на Халкингале, которая, однако, не предотвратила Монголию от участи жесткой оккупации. В Совете Народного Революционного Фронта тут же поднялись вопросы Монголии. Александр Брусилевский прекрасно понимал, что все народы Евразии должны быть освобождены от любого гнета, в том числе и от своего. Отправив русских на фронт, борьба с фашистскими захватчиками усилилась еще сильнее. Весь народы Революционный Совет держал кулачки и винтовки за национально-освободительную армию Монголии. Однако японская груза с танками, надвисшая над поселением Улан-Батора, говорила о невозможности постройки коммунизма в отдельно взятом восстании. Народный Фронт, который успешно побеждал фашистского врага, в конечном счете был загнан в угол социал фашистами, и нужно с этим было что-то делать. Созавнутый партийный конгресс, русские и монголы сели за стол и начали чертить планы на Японию. Вопросов было много, а ответов мало. Монгольский народ, находящийся на территории коммунистов России, мягко говоря, был второсортным, что полностью противоречило идеалам Красной Армии. Потом уговорившись между монгольской и русской фракцией, Василевский ослабил свое давление на тамошний народ и раздал права всем желающим и угнетенным народам России, так как они заслужили полноправную свободу. Экономика Совета проходит частичную мобилизацию. Русско-монгольский народ, единый, готовится к освобождению своей совместной родины, в то время как японцы, не подозревая о мощи Красной Армии, едят невкусные роллы и давят партизанские отряды. Второй близкрик РКК давал надежду Монголии на непримиримое спасение. Устаревший военный брак милитаристов Восточной России вдавливал монголам идею о свободительной войне. И все степные народы с яростью на своих конях помчались к свержению японского ига. Одна дивизия за другой подвергалась окружению со стороны монгольской кавалерии. И заходя в столицу, некогда именуемую Улан-Батор, монгольское восстание завершилось мирным договором с признанием всех границ и не вмешательством в дела России и ее обвинения. Теперь все войны отправились в Кызыл для поднятия тоста за монгольский народ, а также обсуждения будущего внешней и внутренней политики Народно-Иволюционного Совета. Неиндустриализированная, отсталая сельскохозяйственная провинция создавала тот час, когда все поднимаются за объединение своей родной степи. И хоть рабочие с крестьянами были против сверхурочных рабочих норм, истощенная Красная Армия требовала должного снабжения, и консервативная клика русских офицеров не могла думать о мирном времени без хорошего снабжения. Благодаря дипломатии Монголии, монгольской фракции, с очередь, смогла умиротворить некоторых ребят, и потому они с помощью умеренной рубанизации степей обеспечили тщательный переход из села в Кызыл и позволили мирным способом урегулировать выгоду от сибирских месторождений. Известный в армейских кругах монгол по имени Жан-Ян-Гин позволил рабочему классу верить в успех социализма, в то время как русские войска готовились носить удар всем военачальникам России для объединения Родины. Создав последнее армейское совещание в Генштабе РКК, Мусилевский был выжжен частично отдать свои половощия, заявив о том, что лишь народ волен вершить свою судьбу и формировать свое правительство. И получив нового председателя правительства, в виде героя монгольской войны по фамилии Лохва Сурен, Жан-Ян-Гин возглавляет правительство, которое поведет всю Сибирь на новый виток войны. И одним из главных врагов коммунистов были анархисты, так как Махно был лично виноват в убийстве Ленина прямо или косвенно, так как он не давал патроны лжепролитариату на борьбу с революцией. Потому все полномасштабные танки монгольской кавалерии были отправлены на удаление черных пятен времиком в Канск. И в виде успех мощнейшей Красной Армии, с христианно-социалистической провинцией Айротии была предложена мирная интеграция, которую они успешно приняли ради сокрушения безумного царя Рюрика II. Однако и на царе не закончилась экспансия, ведь захотев в Красноярск, Томск и Новосибирск, Восточный Революционный фронт России должен решить административную судьбу. Большинство генералов, по милости имени Монгольской, были амнистированы, не стря на их прошлое. В то же время, лучший друг маршала Тухачевского по имени Шостакович был приглашен в революционное правительство как представитель смешной интеллигенции. И для некогда разбойников наступила поистине новая эра. Эра полноценного государства. По сибирскому плану Бухарина, все меньшинства Западной и Восточной Сибири склонялись под бдительностью монголов, которые мечтали о сокрушении восточного соседа, поехавшего фашистов. Однако советская дипломатическая делегация была выжжена показать Архангельскую хронику. И Архангель в то время страдал от 20-летней фантомной войны с Германией, когда ее бомбардировки день за днем порождали лишь горе с несчастьем. Убаревич Устиноп. Ну-ка, стойко, смирно. Ага. Эти люди не дисциплимированы. Маршировать ногу — это скорее спотыкаться. Народ не жил и выживал. Однако это никак не мешало бичующим военным генералу Ухты. Торжествовать за счет своих нефтяных скважин. И Ворошилов, взвесив прагматичный подход к столице со стороны Тухачевского и клептократичный подход со стороны Жукова, отдал приоритет талантливому пансловистскому оратору Михаилу Тухачевскому, который вздружит каждого, лишь бы Родина и ее солдаты шли тропой войны на восток ради возвращения ее былого величия. И благодаря хорошей хватке контроля над всеми ресурсами страны, генералы и их подданные наладили сельско-техническую отрасль для полноценной выработки качественного хлеба столицы. Запасы самой Родины иссякали, потому и популярность маршала лишь росла от идеи освобождения. Сами же народные поставки от гарнизона Плесецка кормили всю республику сытым хлебом, в то время как город Барахута старался только отрезать снабжение для остабления контроля над столицей. Однако у генерала Устинова все отлично получалось, и даже он смог предотвратить некоторые ходы Жукова, ведь сразу после смерти Ворошилова Тухачевский смог за краткий промежуток времени узурпировать весь властный аппарат. Жуков противставал против такого решения Тухачевского, однако коснив генерала за измену Родины, фронт заполучил абсолютный контроль над всеми ее владениями, полностью ликвидировав все автономии. Наши военные расходы по отношению к всему бюджету значительно меньше, чем это имеет место в большинстве государств. Я уж не говорю о тех государствах, которые особо ретиво готовят нападательные войны. Для Западной России наконец-таки уступило новое время. Время новых завоеваний, время новых побед и время триумфа под экидой военного времени. Со времен 1950-х годов облака тумана наконец-таки развелись с Родины, и генерал-фельдмашал был готов вносить ответный удар всем желающим. Поэтому единственное, что он требовал, так это безговорочные каверинации со стороны всех военачальников Родины. И Вологда с Коми и Гайнами были мирно присоединены, в то время как Юг Перми был подвергнут активному удару, и соседи осознавали тот факт, что создание их недогосударства казалось грубым предательством Родины. Поэтому все бюрократы и военачальников России, от малого до великого, ожидали лишь одну участь — смертную казнь. Михаил Суслов! Мне... нечего сказать. Лишь один человек из всей бухгалтерии получил единую пощаду. Имя ей — Светлана Бухарина. Талантливая женщина-оратор, дочь Николая Бухарина и в то же время любитель миролюбия, способный дать народу России светлую надежду в будущее социализма. Это был не Таборицкий, который хотел немецкого вторжения. Это не Сталин, который всех перекрикивал. Это была женщина с душой и поистине народный герой-освободитель. И под эгидацией Светланы Бухариной стабильность фронта была восстановлена, а армия была поражена духом революции. В то время, как война с финнами шла в пользу русских, автономии советского государства одним за другим ликвидировались ради сохранения мощи военной машины России. Попы, иманы, сепаратисты-теористы были задавлены со всех сторон благодаря активной деятельности НКВД. И, объединив почти полностью весь запад Родины, отправленный от бомбардировок Родина, началось совместное восстановление и подготовку к военному вторжению. Сотни заводов строились изо дня в день, готовясь к судному дню. Весь российский народ из-за пыл-то участь, в которой он когда-либо жил. Участь того, что когда-то называлось невоенным временем, без бесконечных маршей и парадов. Однако верховный маршал Тухачевский знал и надеялся, что путь военного коммунизма сможет привлечь всех русских к единой цели, к освобождению всего мира. И действительно, со времен 50-х все русские начали вставать колоннами в Реввоенсовет, давая как можно быстрее пройти службу и стать революционным солдатом, солдатом советским. Народ не хотел повторного близкрига, потому каждый житель села и города начал ждать и надеяться принятия присяги, пользуясь роскошью бесплатного хлеба. Военные планы, планы экономические, планы идеологические и вопрос контроля над стороной Бараков был поднят в президиуме во время заседания Реввоенсовета. Была переосмысленна основная мысль Троцкого, чьи идеи никто толком и не светил в манифестах компартий. Было выяснено, что Троцкий хотел сделать из России не только военный брак, но и темно-белокожую империю, основанную на занижении русского народа. И Тухачевский, не желая ничего подобного услышать, решил лишь косвенно осветить участь России как деятеля мировой революции. Статья 4. Военная служба и каждые ее граждане обязаны ее пройти. Статья 5. Единственной целью Красной Армии является защита революции и ее экспансия. Статья 6. Все советские граждане имеют право участвовать в управлении государством. Красноармейцы, ветераны в сочи имеют более высокое право занимать государственные должности и быть избранными, поскольку они проявили себя как революционеры и герои, готовые бороться за защиту русского социализма. Итак, пройдемся дальше. Статья 7 подразумевает. Была принята новая конституция, совмещающая идеи социализма с военным коммунизмом. Идея о том, что нужно распространить древнюю русскую культуру и полностью демонтировать православие, никак не уходила из головы Верховного Маршала. Именно поэтому Верховный Волх Всеруси Михаил Тхачевский решил полностью демонтировать всю религию на территорию России и вернуться к язычеству. Именно поэтому сразу после завершения новой конституции и регламентации брызгства Россия во главе с Епишевым пошла на запад с требованием американской поддержки, а также выдачей некоторых нефтяных баррелей под контроль Родины, дабы несокрушимая легендарная армия никогда не имела проблем с дальнейшей логистикой. И Союза США практически ничего не стоило для России. И это знал лично Троцкий. Потому и цель Союза с Америкой была лишь в уничтожении Германии как оплот шовинистической оккупации Востока. И потому с помощью умелых теоретических мер манипуляции Пишева должна была достигнуть Собогея, вынудить в американский конгресс передать огромное количество баррелей под прямой директорат. Товарищи, американский груз прибыл на нашу землю. Это та самая нефть! И дипломатическая миссия Епишева, о которой мечтал революционер Троцкий, наконец-таки сбылась. Став рассадником мировой революции в России, Западно-Русский революционный фронт начал через письма угрожать Германии, которая, в свою очередь, страдала от экономической стагнации и эпохи застоя. Поэтому Второй интернационал в своей борьбе с империализмом в плане планетно защищал милиционную систему. Эта система традиция социалиста. Постепенно истянное значение армии было забыто. Активная война немыслилась. И основная задача армии считалась то, что должно было быть как можно меньше нарушать экономическую жизнь страны. Горанить существования советского государства есть главная сдача. Все остальное, даже экономические требования, должно уступить ей место. Качество армии заключается прежде всего в ее развитой до высшей степени боевой готовности и в ее точной легкой мобильности. Ввиду этого, каждая задача нашей республики должна быть самым тесным образом связана с задачей мировой революции. Это естественно, особенно справедливо для вопроса об организации Красной армии. В первых кадрах войск мировой Красной армии только такая армия, состоящая из создательных революционеров, может быть орудием для распространения мировой революции и уничтожения капитализма. Сев за стол с бумажками, Верховный Маршал начал с помощью нефти готовить план по сооружению Большого Барака, готовясь к тотальной индустриализации. Простой рабочий крестьянский солдат входил в неизвестность строя военный завод. Исходя из коллективистского метода, гул машин и звон металла улучшал время от времени квалификацию крестьянина, который понимал и осознавал всю важность мировой революции, а также нужды службы Родине. В это же время, параллельно с индустриализацией и коллективизацией страны, начались масштабные армейские реформы, которые должны были вывести профессионализм советского солдата на максимально допустимый ему уровень, на уровень спартанца. Солдаты РККА подавали пример своим видом подвига и отваги, тщательно ценя любую директиву Верховного Волхва, а также труды всех генералов Красной Армии, связанных с мобилизацией населения. Но главное орудие труда, орудие мести и добра, была вовсе не идея раздачи автоматик Галашникова в руку каждого солдата. Был более масштабный проект, достойный находиться лишь в руках Тухачевского. Имя этому проекту Индрик, создание современного, сверхсовременного ядерного, обычного и химического оружия, благодаря которому Россия сможет внедрять страх каждому его врагу. И идя по развальным Омска, добивая остатки тамошнего сопротивления, Запад с Востоком были наконец-таки объединены. И спустя два года, после некоторых мирных переговоров, после создания полноценного ядерного арсенала и реформации бюрократического аппарата, Россия была мирно объединена под руководством двух маршалов. И все социалистические страны были приглашены в соцентерийный Комик-Кон, который с очередь направлял экономику стран-социалистов в нужное русло, помогая бедным державам получить нужную помощь. Революционный комитет рабочей крестьянской Красной Армии прекрасно понимал, что сзади находился враг опаснее Германии и Япония. Экономически растущий гигант угнетал миллиарды людей просто из-за того, что они проиграли войну. И найдя контакты в горах Синьцзяна, западная китайская народная республика объявила войну Японии, начав тем самым Великую Азиатскую войну. И Россия, как главный сторонник мира и добра, вмешалась, заявив о желании добра на земле. И сокрушив Японо коллаборационистские войска, Красная Армия устроила высадку в Токио и публично коснила императора Хирохита, завершив тем самым долголетнюю деспотичную монархию. И теперь, когда от Голмунда до Гаваны были собраны все страны мира, когда с генералами США поговорили красные фельдмаршалы, был нанесен превративный удар по Германии, основан вошел с собой начало Третьей мировой войны. Операция Возвращение Грязет Расплата Генералы творили самые жесткие зверствования ради освобождения столицы. Неподготовленная армия московских и немецких коллаборационистов начал рваться вдоль Северного моста. Вторая битва на Неве была проведена РКК против фашистской Тевтонского нашествия, которая, благодаря гранатной логистике спартана советского командования, быстро окружила солдаты Браухгейштадта и за два дня после двухдневного штурма столицы, последующий захват по меньшей мере стоил жизни 200 тысяч немцев людей и миллионам возрастом ура от русских освободителей. Все силы Германии и ее западных сыздников были брошены на защиту северного рубежа, открывавшие прямую дорогу на Ригу и на Берлин. Огромное число немцев умирало в подмосковском котле, который не давал толком шанса ни одному генералу ОКВ на пощаду, уязвимый северо-восточной группы Центр давал надежду немцам на ослабление русского наступления, вследствие чего агрессивная атака спартанов советской дисциплины ездила от него устанавливалась, дожидаясь многих приказов от верховного главнокомандующего. Однако Маршалл был занят. Занят операцией по освобождению Кавказа и угнетенных народах Евразии, который находился под опекой Германии уже какое десятилетие. Слабый немецкий гарнизон оказался сильно отрезан основной армией Байролина и в итоге Кавказ с Ближним Востоком очень быстро отошел под контроль советов. Бои в горах закончились лишь с легким разгромом королевских сил, так как солдаты Уральской гвардии, закаленные в одноименных горах, могли лишь посочувствовать горному рельефу Ирана с их попыткой сдержать наступление Российской Красной Армии. И когда финское правительство перешло на сторону врага, а Кавказ с Москвой были освобождены, правительство Рейха не кидало надежд на мирные переговоры со стороны России, потому и готовило свой ядерный арсенал для скидывания бомб Европу. Благо ядерный щит России помог всему миру избежать ядерной весны, которая и день за днём слабые некомплектованные дивизии вермахта терпели поражение за поражением с отношением потерь к 1-10. Годы мучений, страдания и унижений начали подходить к концу, когда у Германии попросту закончилась армия, а российские войска наконец-таки спустя долгие десятилетия кровавой войны подняли светское знамя над уничтоженным Рейхстагом. И теперь с этого дня весь мир будет трактоваться лишь красной и истинной армией России русской армией. Германия подписала акт о безговорочной капитуляции с того момента, когда фюрер был казнён. Однако это не остановило Красную Армию, которая уже высадилась в Британию и готовилась освобождать последние народы Евразии. И Иберия с Турцией и Италией и Аравией, будучи капитал фашистскими монополистами в нефтяной сфере, были быстро взяты за спонсирование фашистской чумы. И теперь, когда вся Европа красная и США оказались в большом меньшинстве, их объявление войны казалось формальным, ведь не обладая чётким плацдаром Европу, капиталисты и реакционеры стран всех атлантистов могли лишь молиться, что революционный пыл успокоится и не достигнет берегов Атлантики. Однако Тухачевский, видя подавление со слитической агитацией США и запрета домашней компартии, сразу разорвал пакт о ненападении США и начал готовить морское вторжение. Конгресс США в то время подозревал об ухудшении связей, потому и надеялись, что русские не захотят громить Вашингтон сугубо из-за политических разногласий. Однако не ушли тот факт, что Тухачевский был решительным маршалом. И они ошиблись очень сильно, когда с западного и восточного берега Атлантиды начали пригваждаться к стенке все солдаты США просто из-за того, что они не пошли на отепель. И теперь весь мир стал под контролем Красной Армии, а мировая революция была наконец-таки совершена. Вот такой итог партии за Российский фронт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ковнер и Язов Их методы, Их мысли были истинно верными. Мы не ковнеры и не Язов, но и он. Мы русские, а также евреи. Мы должны заплатить свой кровавый долг. Часы тихают, часы тихают, и однажды мы отомстим Германии за все. Око за око, зуб за зуб. Чорнлига оказалась права. Но я и верю, что Тухачевский сделает так же. Слава России! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...